В прошлом году в бюджет города было заложено 4 миллиона рублей на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. В рамках программы еще более 1 миллиона рублей поступили дополнительно из республиканского бюджета. Поддержку получили 10 салаватских субъектов малого и среднего бизнеса, прошедшие конкурсные процедуры. Комиссией по предоставлению финансовой поддержки было рассмотрено 28 заявлений. Из них одобрено 10 заявлений на общую сумму 5 миллионов 122 тысяч 833,11 рублей. В разрезе на начальной стадии становления бизнеса на стартап выделено 2 миллиона 951 тысяча 651 рублей и по договорам лизинга 2 миллиона 171 тысяча 182 рубля. Одна организация отказалась от получения субсидий, в связи с чем, то что сумма выделилась меньше, и возврат бюджета составил 18 тысяч 926 рублей. Главным же вопросом Координационного совета стало обсуждение темы мусорной реформы, точнее то, как она реализуется при взаимодействии регоператора и бизнеса. Многие предприниматели не понимают и не хотят с нами заключать договора. Это в основном касается тех торговых точек, которые находятся в основном в жилых домах. То есть они уклоняются, не заключаются с нами договора. Соответственно, у них, конечно, ТКО, так называемые твердокоммунальные отходы, они от своей жизнедеятельности образуют, но они захламляют внутриквартальные контейнеры. Из 516 заключенных договоров в 2019 году к малому бизнесу отношениями 260 договоров, что, согласно озвученной вами цифре, 989 ИП и иных организаций, относящихся к этой категории, составляет всего лишь 26-29%. Хотя в идеале, согласно постановлению 1156-89 закона, к 1 января 2019 года все потребители, периоды пользователей и образователи отходов должны были заключить договора. Одна из причин, а точнее и главная, это несогласие предпринимателей с травмотивами. Многие откровенно заявляют, что у них два варианта. Либо заключение договора и банкротство, либо не подписывать договор в том виде, который есть сейчас. Однако, как показывает практика, к согласию и общему мнению рекоператора и предпринимателя можно прийти даже в нынешних условиях. Важно начать процесс переговоров. Мы разъясняли последствия, в том числе штрафные санкции, которые залагаются на уклонистов, так как мы говорим иногда. Потому что есть гражданский кодекс, пункт 8.2, который потерпел некоторые изменения, но он не был отменен. Мы последние 2-3 месяца ведем активную работу совместно с Министерством предупользования, предоставляем данные от тех потребителей, кто не заключил договора, посредством выявления фактического последствия рейда, в котором мы осуществляем термоменеджерами, термопредставителями. Мы определяем тех потребителей, кто не заключил договор, формируем списки и направляем им на экологию. Уже с этого года специалисты Министерства экологии будут массово проверять наличие договоров у предпринимателей с региональным оператором. И его отсутствие будет наказываться. Самое время сесть за стол переговоров и выполнить требования закона, поясняя специалисты.